Происшествия, которого нет. В редакцию ЗАПТВ обратились жительницы Борзинского района. Женщины утверждают, в ночь с 14 на 15 сентября они ехали из Щиты в Шерловую гору на микроавтобусе, который заказали фирме Междугороднего такси Муравьи. В районе поселка Оловяное, Сера и Станов, в котором находилось около 10 пассажиров, в том числе ребенок, попало в аварию. Машина съехала на обочину и перевернулась на крышу. Вот что они рассказали нам по телефону. Только Анонский мост проехали и съехали, получается, в аварию. Я смотрю, все, мы мимо трассы летим. Скорость была не сильно большая. Мне кажется, что он устал. Я смотрела, потому что он вообще себя спокойно за рулем льен и просто молчал. То есть, если бы как-то нас предупредил, держитесь там или что-то. Маршрутка на бок упала сначала, а потом на крышу встала. Ну, все стекла, естественно, там разбиты. Вот мы с окон повылазили. У всех стекловое состояние. Когда люди оправились от шока, они стали обращаться с жалобами в медицинские учреждения Борзинского района. Связались они и с представителями компании «Муравьи». Но там людям заявили все вопросы к водителю. Нашему телеканалу также удалось пообщаться по телефону с представителем фирмы «Муравьи». Собеседник заверил, что никакого ДТП с участием их машин не происходило. Как ни странно, но в правоохранительных органах сообщение с ДТП с участием микроавтобуса и 10 пострадавших не поступало. По версии полицейских, авария произошла на день позже и пострадали в ней не 10, а только 2 человека – водитель и женщина-пассажир. Опрошены как сама потерпевшая, так и водитель, который находился за рулем данного автомобиля. В ходе проверки женщина дает показания о том, что в городе Чите она остановила попутный транспорт и договорилась с ним о том, что может доехать до требуемого ей места назначения. О том, что там были какие-то пассажиры другие, таких показаний она не дает. Факт того, что водитель предоставляет перевозки, либо он является индивидуальным предпринимателем, таких сведений в органах внутренних дел нет. Права пострадавших в аварии пассажиров намерены отстаивать юристы Запайкальского правозащитного центра. Они не исключают, что кто-то просто заинтересован в том, чтобы замолчать эту историю. Продолжение следует...